В 1737 году Беринг после трёхлетнего пребывания в Якутске направился в Охотск. Тучи над ним сгущались. К тому моменту походы всех северных отрядов Беринга потерпели неудачу. На него сыпалось огромное количество доносов. Тон писем от Бералтиства от Берингу изменился, расходы экспедиции росли, а результата не было. Прошло больше трёх лет с начала Великой Северной экспедиции, но Америка до сих пор Берингом не открыта. В конце концов, ему вдвое было урезано жалование, и с таким тяжёлым камнем на сердце он ехал в Охотск. А в Охотске на тот момент безоговорочно всем руководил Шпанберг. Нетерпящий конкуренции, он вступил в серьёзный конфликт со Скорняковым-Писаревым. На тот момент начальником Охотского порта и главного по сбору языка с Камчатки. Некогда высокопоставленный чиновник, попав в опалу за интриги против графа Меншикова, Скорняков-Писарев был бит кнутом, что для некоторых дворян того времени считалось хуже смертной казни. Телли сослан в Сибирь. Сначала он был обычным ссыльным в Жиганском остроге и чуть там не сгинул. Когда всё улеглось, его друзья в Петербурге ходатайствовали о присвоении Писареву правленческой должности в Охотске. И вот тут столкнулись два характера в маленьком прибрежном остроге. Один надломленный, пытающийся восстановиться. Другой жаждущий власти и не терпящий конкуренции. После объявления Шпанбергом слова и дела Писареву, тот сбежал в Якутск. Беринг же напротив. Из Якутска в Охотск направлялся. Шпанберг давно уже метил на место Беринга. И не упускал возможности написать на него донос в Адмиралтейство. Конфликт намечался уже Шпанберга с Берингом. Чириков, находившийся в Охотске, упрекал Шпанберга в медленной постройке американских кораблей. Шпанберг же, в свою очередь, обвинял Чирикова в плохой организации снабжения кораблей, предназначенных для плавания в Японию. Каждый тянул одеяло на себя. И в такой напряженной и склочной обстановке протекала подготовка к походам. К 1738 году три корабля были готовы, а три еще строились. Причем два из строившихся были значительно больше всех остальных. Именно эти два больших корабля Беринг предназначал для своего плавания в Америку. Беда заключалась в том, что как раз эти большие корабли совсем еще не были готовы. А тут Сенат прислал новую, полную угроз бумагу с требованием немедленно выходить в море. Что было делать? Шпанберг предложил, поскольку корабли, предназначенные для плавания в Америку, не готовы, совершить на уже готовых кораблях плавание в таинственную Японию. Пусть Беринг остается в Охотске и следит за постройкой больших кораблей. А он, капитан Шпанберг, тем временем отправится в Японию. И сыграет свою сольную партию в этой уже затянувшейся и пока безрезультатной Великой Северной экспедиции. Беринг согласился, и Шпанберг стал готовить свои корабли к выходу в море. Для моряков Великой Северной экспедиции Япония была почти как Америка. Они примерно знали только направление, куда стоит держать путь. Япония тогда была почти неведомой страной, хотя португальцы и испанцы появились в ней еще в середине XVI века. Впрочем, знакомым был только самый южный остров японского архипелага – Кюсю. Ни на какие другие свои острова японцы их не пускали. В середине XVII века японцы, возмущенные кознями прибывших на остров Кюсю и иезуитов, изгнали португальцев и испанцев из страны. Япония объявила себя закрытой страной. Ни одному иностранному кораблю отныне не разрешалось приближаться к японским берегам. Но торговля с Европой была Японии жизненно необходима, и поэтому для голландских кораблей было сделано исключение. Однако и им разрешали посещать только одну гавань – Нагасаки на острове Кюсю. Голландцы, дорожа своим монопольным положением, безропотно подчинились этому правилу и не пытались нарушать его. Таким образом, и они знали о Японии очень мало, да и то немногое, что знали – держали в строжайшем секрете. Итак, после затянувшихся сборов, осложняемых непрерывными ссорами капитанов, 18 июня 1738 года эскадра из трех кораблей под общим командованием капитана Шпанберга наконец отправилась в путь из устья реки Охоты. В состав эскадры входили Бригантина, Архангел Михаил под командой самого Шпанберга, затем шла дубель «Шлюпка Надежда» с лейтенантом Вальтоном, и, наконец, бот святой говорил под управлением мечмана Шельтинга. Шпанберг повел корабли прежде всего в Большерецк, а затем 15 июля эскадра вышла из Большерецка и, наконец, направилась к югу от Камчатки, вдоль островов Курильской гряды. Плавание проходило в густом тумане, и уже на четвертый день бот святой говорил «пропал из виду». Делать было нечего, эскадра продолжила путь без него. Расстояние между Камчаткой и Японией Шпанберг не знал и представлял его себе гораздо меньшим, чем оно было в действительности. Русским были известны только самые северные из Курильских островов, и Шпанберга удивляло, что гряда тянется так далеко. Остров сменялся островом, а Японии все не было. Он прошел всю Курильскую гряду почти до конца. Если бы капитан продвинулся еще немного, то в это же лето эскадра достигла бы Японии. Шпанберг стал беспокоиться, что если плавание затянется, на кораблях начнется голод. И уже 3 августа он отдал приказ поворачивать и возвращаться на Камчатку. Вальтон попробовал с ним спорить и настаивал на необходимости плыть дальше к югу, но Шпанберг был, как всегда, непоколебим. Вскоре Вальтон отстал от эскадры, как Шпанберг утверждал намеренно. Вальтон, разлучившись со Шпанбергом, достиг восточного выступа земли Иесса, нынешнего острова Хоккайдо. И 27 августа вернулся к устью реки Большой в Большерецк. Взимовала команда на Камчатке, здесь же. Шпанберг, конечно, отлично понимал, что навигация 1738 года на, так сказать, сольную партию Шпанберга Великой Северной экспедиции не тянет. Нужен был результат. Так как он не достиг Японии, в Петербурге зачтут, что задачи свои он не выполнил. По сообщениям из Охоцка, Шпанберг знал, что строительство больших кораблей движется медленно, и догадывался, что и будущим летом плавание в Америку не состоится. Все это, несомненно, вызовет гнев петербургского начальства и приведет к самым тяжелым последствиям для людей, возглавляющих экспедицию. Оставалось только одно. Летом 1739 года снова отправятся к югу, и уж на этот раз во что бы то ни стало достигнуть Японии. Прежде всего было решено соорудить здесь же, в Большерецке, еще один корабль для предстоящего похода. На построенный к весне 18-ти весельный разведывательный шлюп Большерецк командиром был назначен любимец Шпанберга. Квартир-мейстер Эрт. В 1739 году флотилия Шпанберга вышла из Большерецка очень рано, 22 мая. Первой задачей отряда в этот рейс было посетить и исследовать открытую Жуаном Дагома компанейскую землю. Но перед тем, всего через 7 дней плавания, недоверчивый Шпанберг приказал Вальтону и Шельтингу поменяться кораблями, а соответственно и командами. Помня, то ли случайное, то ли намеренное отставание кораблей от флотилии в прошлой навигации, Шпанберг приказал всем матросам на всех кораблях в случае чего не слушаться своих капитанов и не отставать от Архангела Михаила с ним во главе. Хотя по морскому уставу на море капитан именно твоего корабля считался главнее всех. Миновав Курильские острова, вступили на параллель, где должна была начаться земля Жуана Дагамы. Но, конечно, никаких признаков ее обнаружено не было. Отсюда направились на юго-запад, прямо к предполагаемым берегам Японии. Вальтон, помня, как прошлым летом Шпанберг внезапно повернул назад, не дойдя до Японии, опасался, как бы это ни повторилось, и теперь. Сам он решил дойти до Японии в любом случае. И 14 июня он, скорее всего, умышленно увел святого Гавриила в сторону от заданного курса и отстал от других кораблей, чтобы никто ничего не мог ему приказывать. Шпанберг был в ярости. Он догадывался, что бот, святой Гавриил, не случайно потерял его из вида. Но эмоции он приберег к личной встрече с Вальтоном. Сейчас нужно было найти уже эту Японию. И буквально через два дня, 16 июня, Шпанберг увидел японские берега, а точнее, северо-восточное побережье острова Хансю, самого большого из японских островов. Высадиться Шпанберг не решился, потому что навстречу его кораблям вышло больше 30, как писал Шпанберг, уродливых японских судов наподобие галер. И кто знал, как японцы отнесутся к непрошенным гостям? Шпанберг повел корабли вдоль побережья к югу. Японские суда следовали за ним, не отставая. Это был тревожный знак. Только 22 июня Шпанберг отважился встать на якорь. Японские суда окружили его. Настала ночь, но на берегу было неспокойно. То там, то здесь вспыхивали и сторожевые огни. Когда рассвело, экипажи кораблей, привыкшие к скудной природе, Охотска и Камчатке, привыкшие к безлюдю тогдашних русских побережий, были поражены пышной растительностью, богатством и оживленностью селений. У берегов встречали чудных животных, рыбы огромной величины и странной формы, черепахи в сороковедерную бочку. Для них открылся просто другой мир. Закрытый мир Японии. К Архангелу Михаилу подступились торговые лодки. Они были набиты различными товарами. Японцы продавали рис, табак, соленые огурцы, редьку, рыбу. Они отдавали свои товары за сукну и стеклянный бисер. Бумажных же и шелковых материй, зеркал, ножей, ножниц не брали, потому что все это было у них в достатке. Торгуя, японцы были приветливые, учтивы и честные. Зоркий Шпанберг заметил, что доски, из которых сделаны их лодки, сбиты медными гвоздями, и только якоря в них железные. Из этого он заключил, что в Японии мало железа. Один миф о богатствах Японии железом был развенчан. В середине дня корабль Шпанберга посетили, судя по отношению к ним подданных и их обличию, важные японские чиновники. Они были учтивы до крайности, кланились очень низко. Шпанберг старался принять их как можно лучше, угостил вином. Так как японцы совсем не понимали по-русски, а Шпанберг по-японски, то они никак не могли понять друг друга. Объясниться им удалось только тогда, когда Шпанберг развернул перед ними карту мира. Японцы сразу показали на карте и Японию, и Россию. Они знаками объясняли Шпанбергу, что русским кораблям находиться здесь нельзя, и что он должен уйти от японских берегов. Корабль они осматривали очень внимательно, и, как показалось Шпанбергу, были довольны, что на Архангеле Михаиле не заметили пушек. Но, возможно, это была разведка неодругов. Прощаясь со своими гостями на палубе, Шпанберг увидел, что корабли его окружены множеством небольших японских судов и лодок. Он насчитал их не меньше 80. По его подсчетам на этих суденышках находилось примерно 900 человек. Хотя люди эти вели себя очень миролюбиво, Шпанберг опасался внезапного нападения, понимая, что не в силах будет его отразить. Капитан поспешил поднять якорь и направиться обратно в Больширинск. Вероятнее всего, Шпанберг был у берегов нынешнего города Синдай и острова Хансю. Достигнув 3 июля 44 градуса и 30 минуты северной широты, моряки наткнулись на множество больших и малых островов Курильской гряды. Недалеко от этих островов из-за плохой видимости был потерян шлеп Больширецк. Трехдневные поиски судна оказались тщетными. Эти острова были покрыты богатейшей растительностью. Один из них назвали Фигурный. В XIX веке этот остров также называли островом Шпанберга, но сейчас его распространенное название Шикотан. Также были открыты и другие острова Малой Курильской гряды. Трех сестер, сейчас Кунашир, Цитронный, сейчас Итуруп, и остров Зеленый, сейчас один из островов Хабамай. На острове Фигурном обнаружили хорошую гавань, где и запаслись водой. Людей не встретили, хотя остров имел несомненные признаки присутствия здесь человека. Высадившись на Зеленом острове, путешественники наткнулись на группу людей по их описанию необычайного, звероподобного вида. С сильно развитой мускулатурой, обильно заросшей волосами, косматы с длинными черными бородами, сопровождаемые огромными, страшными собаками. Они казались выходцами из доисторической эпохи. Наши путешественники не знали, что эти на вид полулюди-полузвери, живущие в убогом, покрытом камышами шалаше, представители древнейшей, вымирающей расы, так называемые айны. Убедившись, что благоразумие и честность составляют отличительную черту характера айнов, Шпанберг начал подробно расспрашивать представителей этого народа об их подданстве и выяснил, что японцам они не подчиняются. Инструкция, выданная Шпанбергу, включала пункт о приведении в российское подданство малых народностей, но ограничиться несколькими ближайшими к северным берегам Японии островами Шпанберг не хотел. Ему представлялось более целесообразным привезти в подданство сразу всех жителей Курильских островов. Шпанберг справедливо считал, что осуществление такого дела, как приведение в подданство целонародности, разбросанное по многочисленным островам, должно быть произведено с помощью всех находящихся в его эскадре кораблей. К тому же должно быть получено разрешение свыше. Выполнить это дело Шпанберг собирался в третью свою японскую экспедицию. Через шесть дней в густом тумане потерялась и надежда. После тщетных попыток найти хоть какой-то корабль Шпанберг направился обратно на Камчатку. Похоронив в морских волнах 13 человек, в том числе и лекаря, Шпанберг 14 августа прибыл в Большерецк. Здесь уже находился некогда отставший от него Святой Гавриил во главе с Вальтоном. Их плавание в Японию также оказалось удачным, примерно с тем же результатом. Команда Вальтона увидела берега Японии на 37 градусе 42 минуте северной широты и пошла вдоль берега на удалении на юг. Спускаясь к югу, 18 июня корабль бросил якорь на широте 35 градусов 10 минут. На следующий день к борту бота подошло небольшое судно с 18 японцами. Они пригласили русских к себе. Вальтон направил к берегу Ялбот с шести матросами во главе со штурманом Казимировым и квартирмейстером Черкашиным. Группа русских матросов набрала пресной воды и побывала в японском городке, описав этот удивительно для себя закрытый мир Японии. Место высадки команды Вальтона на берег сейчас находится в зоне города Гамагав. Вальтон на боте Святой Гавриил решил пройти еще южнее, около одного из северных островов Идзо. 22 июня к боту подошли два японских судна и после просьбы Вальтона пополнить запасы пресной воды лодки взяли бот на буксир. Неожиданно появилась лодка, в которой находился военный пришпаги с пистолетом в руке. Японский военный приказал рыбакам убрать буксир и не иметь больше никакой контакта с непрошенными гостями. Ультиматум был понят без перевода и Вальтон направился обратно на Камчатку. Он прибыл в Большорецко раньше Шпанберга 23 июля 1739 года. Вот это как раз то, что нужно. Сольная партия Шпанберга была готова. Оставалось приехать в Петербург с отчетом и кто знает. Может быть уже он капитан Шпанберг возглавит командование всеми отрядами вместо нерешительного Беринга. Когда Шпанберг прибыл в Охотск, там еще находился Беринг. Беринг остался очень доволен результатами японского похода. Задача южного отряда по мнению Беринга была безусловно выполнена. На доводы Шпанберга о приведении в русское подданство обитателей Курильских островов Беринг предложил ему об этом расспросить адмиралтейство напрямую в Санкт-Петербурге, не решившись брать на себя ответственность на продление деятельности южного отряда. Донесения же Шпанберга немедленно отправили в Петербург. Шпанберг направился на зимовку в Якутск готовить подробный отчет о плавании и ждать разрешения прибыть в Петербург с этим отчетом, а вместе с ним о предложении по Курилам и подданству Айнов. Новость об открытии Шпанбергом дороги в Японию сразу же произвела фурор в Адмиралтействе. Его намеревались не только наградить, но и поставить во главе экспедиции вместо Беринга. Указом от 7 января 1740 годы Шпанбергу повелевалось спешно со всеми документами направляться в Петербург. Но не то-то было. За годы, проведенные в Сибири, он накопил себе слишком много врагов, как прямых, так и косвенных. Маховик противников Шпанберга разгонялся. Вдобавок произошел государственный переворот, и к власти пришла внучка Петра Первого Елизавета. Управленческая верхушка страны вновь перевернулась. Разными людьми, не участвующими непосредственно в плавании, были написаны массу донесений, сводившимся к тому, что Шпанберга в Японии не было, что его отчеты это всего лишь фикция. Например, академик Делиль возмутился тому, что Шпанберг поставил под сомнению землю Жуана де Гаме. Делиль сделал вывод, что Шпанберг посетил берега не Японии, а Кореи. В отчете Шпанберга Япония находилась вовсе не там, где ее принято было отмечать. Конечно же, к этому делу энергично подключился Скорняков Писарев. К тому же Шпанберг отправил в Адмиралтейство карту только своего плавания без карты плавания Вальтона. И вот, наконец, 10 апреля 1740 года до Шпанберга дошло это долгожданное донесение о срочном выезде в Петербург. Благоприятное время было упущено. Скоро должен был начаться ледоход на Лене, и ему пришлось опять ждать. Как только Лена освободилась от льда, 13 июня Шпанберг отправился в путь. Но 8 июля в Керенском остроге ему специальным, нарочным вручили другой указ, которым предписывалось немедленно возвратиться с того места на Камчатку и готовиться к новой экспедиции в Японию. Как гром поразило Шпанберга это приказание. его сольную партию великой северной экспедиции даже не хотели выслушать. Разгневанный этой несправедливостью, моряк отправился к месту назначения. В тяжелом настроении духа в августе на 1740 года вернулся Шпанберг в Охотск. и конечно не смог в ту же навигацию осуществить поход. В Охотске еще находился Беринг, заканчивающий готовиться к своему походу в Америку. Никак не предполагая, что Шпанбергу еще раз придет запускаться в море, Беринг забрал все его запасы необходимые для плавания. В августе того же на 1740 года в Охотск прибыл адъюнкт академического отряда Георг Стеллер, который в будущем сыграет важную роль в работе отряда Беринга. Отряду Шпанберга же пришлось снова готовиться к очередной экспедиции. Такое положение дел угнетающего действовало на моряков Южного отряда. Уже не было в их работе прежней энергии. Ведь нет хуже дела делать заново то, что уже и так хорошо сделал. Опять преодолевать все лишения. И ради чего? Того, что уже такой большой ценой добились. Все же Шпанберг вновь отправляется в Якутск и заготовляет там к новой экспедиции снаряжения и провизию. Опять сложнейшая дорога через Юдомовский крест. В конце июня 1741 года в Охотск прибывают дополнительные грузы. Построили новое судно из сырого леса Святой Иоанн. Пока готовили суда к экспедиции наступил сентябрь. О дальнем путешествии в Японию нечего было и думать. Но кое, что полагал Шпанберг можно было выполнить еще и в эту навигацию. Он отправил Надежду под командою Мичмана Шельтинга для описи западного берега Охотского моря от Устья Уды до Устья Амура. Шпанберг с остальными судами вышел в Большерецк на Камчатку, где намеревался перезимовать. Как считал Шпанберг, у него был недостаток надежных морских офицеров и командовать Бригантиной Архангел Михаил он поручил геодезисту Свистунову. Во время шторма судно потеряло способность управляться, сломалось грот мачта и корабль отбросило к Курильским островам. Сказался недостаток опыта у геодезиста Свистунова в морском деле. Неудача постигла и надежду. Пройдя Шантарские острова и нигде не найдя хорошей стоянки судно получило сильную течь. Теперь приходилось думать уже не об описи берегов, а о спасении команды и Шейльтинг поспешил вернуться в Большерецк. К началу октября все суда находились в Большерецке. После того разворота Шпанберга в Киринском остроге все шло у него как-то не так. Рассказывать много о ходе последнего плавания Шпанберга к берегам Японии нечего. Перед нами все та же хорошо знакомая картина. Не успели войти в море, как подчиненные Шпанбергу суда, шмыгнув в разные стороны. Растерялись. Не дожидаясь и не отыскивая отставших, Шпанберг взял курс прямо на Японию. Однако увидеть берегов Японии Святому Иоанну все же не удалось. 30 июня, когда находились на широте 39 градусов и 35 минут, на судне открылась большая течь. Кое-как заделав пробоину, повернули и поплыли обратно. И у первых же Курильских островов нашли здесь все отлучившиеся суда отряда. Спорить и выяснять отношения с покинувшей его командой у Шпанберга уже не оставалось желания. Переведя Шельтинга на надежду, Шпанберг поручил ему продолжать начатую в прошлом году опись берегов от реки Уды до Устья Амура. Сам же с остальными кораблями направился в Большерецк, куда и прибыл 29 июля. Что касается Шельтинга, исследуя южную часть Охотского моря, он подошел у 50 градуса 10 минут северной широты к восточному берегу Сахалина, принятому им по карте Фриза за землю Йесса, нынешнему Хоккайдо. Он, спустившись на юг до широты пролива Лаперуза, в тумане этот пролив не заметил и ввиду течи на корабле повернул обратно. По окончании навигации 1742 года сам Шпанберг рассудил, продолжать экспедицию в будущее лето никаких резонов не имеется. Вот такая была сольная партия Шпанберга Великой Северной экспедиции. К тому времени уже закончилась историческая американская кампания Беринга и Чирикова. Финансирование Великой Северной экспедиции урезали, а вот на 1743 году вовсе вышел указ о ее закрытии. Но приказы возвращения в Петербург Шпанбергу так и не прислали. Он остался со своей семьей на краю света, всеми презираемый и ненужный, по сути, в добровольной ссылке на задворках истории. Вероятно, Шпанберг не знал, что вести о его плавании в Японию просочилась на запад и вышла на первых полосах газеты. Результат его работы изменит очертания всех карт мира. Но на тот момент его личный подвиг и подвиг всего южного отряда начальство не признало и поставило под сомнение. Шпанберг в 1745 году вернулся в Санкт-Петербург, где тотчас был заключен под стражу за самовольное отбытие с назначенного места. За сие действия Шпанберг был приговорен ни много ни мало к смертной казни. Конечно, тут постарался давний враг Шпанберга, Скорняков-Писарев, которого после смены власти в стране всячески восстановили в правах. Только походатайству датского посольства спустя два года после ареста и заключения под стражу Шпанберга было разрешено помиловать. Что касается результатов работы Южного отряда, была создана комиссия по ее изучению. В нее, кстати, входил и руководитель Ленско-Колымского отряда Дмитрий Лаптев. Только в 1746 году, то есть спустя три года по окончании всей Великой Северной экспедиции, было выдвинуто окончательное решение, что моряки Южного отряда так и достигли берегов именно Японии. Все лавры по понятным причинам принял на себя Вальтон. Он оттеснил Шпанберга, который разрабатывал весь план экспедиции Южного отряда, руководил строительством всех кораблей в Охотске и даже в Якутске, решал почти невыполнимые задачи всей экспедиции и не только своего Южного отряда, порой жесткими, но действенными методами. Может, сам того не желая, Вальтон значительно уронил престиж Шпанберга и умолил его заслуги. Время, однако, воздало каждому должное. В истории русского мореплавания за Шпанбергом остается приоритет исследования Курильских островов и берегов Японии. Именно южный отряд Шпанберга первым поставил под сомнение мифическую землю Жуана де Гаммы. Они установили северный путь к Японии и нанесли более точное ее расположение, а также расположение гряды Курильских островов на карте. Также действиями южного отряда было нанесено на карту западное побережье Охотского моря. В архивах осталась масса документов о Шпанберге, говорящих за него, о его плодотворной работе. Вот так сложила судьба одного человека, противоречивого, бескомпромиссного, но такого яркого, сделавшего так много для чужой ему страны, а в итоге ставший своей до конца его жизни. Спасибо всем, кто нас поддерживает подпиской в платном телеграм-канале. Вы вселяете силы к созданию этих роликов. Наша команда шлет вам воздушное сердце. Стать подписчиком и поддержать нас вы можете пройдя по ссылке в комментариях. А если с чем-то не согласны, или есть вопросы, или просто хотите выразить ваше отношение к ролику, пишите в комментариях. Будет интересно узнать ваше мнение. С вами был канал Просветились.